19 марта в стране пройдут выборы депутатов Машилиса и Маслихатов. Сделать свой правильный выбор и отдать голос за достойного кандидата важно каждому гражданину страны, считает председатель городского общественного совета Владимир Козлов. Ведь на кону будущее страны, будущее каждого казахстанца. Я думаю, что каждый гражданин республики Казахстан, достигший 18-летнего возраста, обязан прийти на выборы не только потому, что это его обязательство, а еще и потому, чтобы сделать правильный выбор. Правильный выбор, каким будет завтрашний день нашего государства, каким будете вы, какими будем мы в этом государстве. Ну а для того, чтобы вам было легче сделать такой выбор, сейчас у нас очень много баннеров, очень много избирательных платформ, где вы можете ознакомиться с кандидатами. Почему это нужно сделать обязательно? Для того, чтобы прийти на избирательный участок и не просто поставить галочку, куда попало, а знать, с кем вы будете и кто будет отстаивать ваши интересы. А отстаивать есть что, говорит Владимир Иванович. Острых вопросов, которые требуют решений, предостаточно. Большая проблема пока действительно с дорогами. Очень большая, на мой взгляд, проблема с ТЭЦ. Очень хотелось бы, чтобы в нашу область поскорее пришел газ. Это снимет нагрузку и с ТЭЦ, и снимет нагрузку с каждого жителя села, с каждого жителя города, частного сектора. Если будут газифицированы дома, домовладения, то и экологическая обстановка будет гораздо легче. И мы не будем чувствовать запах агарии. Уменьшится расход древесины, это тоже большая проблема. Уважаемые горожане, в первую очередь, посмотрите на тех, кого вы избираете. Предстоящие выборы покажут, как работают новые правила голосования, принятые после референдума по изменениям в Конституции. Действует мажоритарная избирательная система, которая позволяет казахстанцам, не связанных с какой-либо партией, войти в парламент и маслихаты. Эксперты говорят, что такая система позволит региональным проблемам стать более видимыми. Всего для участия в выборах представили свои кандидатуры 556 североказахстанцев.